Мой вес колеблется от 2 до 4 кг. С одной стороны это хорошо и в целом меня это устраивает, но с другой стороны это означает, что у меня подвижный метаболизм. Я подумала, что сейчас нужно заняться этим вопросом, чтобы в дальнейшем, как говорится, не было очень больно. Я считаю, что подсчет калорий это самый оптимальный вариант, потому что можно кушать все, но маленькими порциями. Считать калории или не считать? Этот вопрос преследует человека худеющего с конца 19 века. Одни упрекают эту диету в полной несостоятельности, но в ее основатель не учел несколько жизненно важных аспектов, другие придирчиво изучают цифры на упаковках. Что делать? Продолжать подсчитывать калории или покончить с арифметикой и сделать ставку на спор. Вместе с Ириной попытаемся разобраться, насколько эффективна диета Этуотера и где все-таки заканчиваются мифы и начинается реальность. Ирина – фармацевт, человек в белом халате. Уж она-то не поддастся на уловки мошенников, от услуг которых похудеет разве что кошелек. Не станет голодать и травить себя таблетками для похудения. Диета Этуотера, подсчета калорий, одна из самых старых и проверена. В ней нет ничего, что нанесло бы непоправимый вред здоровью. Кстати, разработана она была вовсе не для того, чтобы люди худели. Химик Этуотер мечтал, чтобы бедняки, используя его таблицы калорийности, покупали достаточной еды и тем самым обеспечивали себя необходимой энергией. Однако, спустя столетия, ученые обнаружили в его теории массу недочетов. Даже способы приготовления пищи он не учитывал. То есть, если то же самое куриное филе отварить или пожарить на гриле, у него разный выход будет калорийности. То есть, отварное даже будет калорийнее, чем филе от гриля. У него была такая теория. То есть, главное – получить количество калорий в норму. А что ты съешь и как, для него это было не важно. Нужно же знать, сколько чего кушать. То есть, белков, жиров и углеводов. Важные три нутриента. Жиры – это у нас не отвечают за гормональный фон. Мы их не можем убирать. Есть белки – это строительный материал. И углеводы – это энергия. И все три должны быть равносопоставлены в этой формуле. Что ж, отныне кухонные весы, блокнот и калькулятор – предметы, с которыми Ирина не расстанется, пока не научится, что называется, на глаз определять калорийность содержимого в своей тарелке. А так как процесс этот небыстрый, стоит запастись еще и терпением. Диетолог просчитал – Ирине в день достаточно употреблять не более полутора тысяч калорий. Сейчас все диетологи и все врачи работают по формуле Харрис на Венедикто. То есть, эта формула есть в свободном доступе в интернете. По ней учитывается возраст, рост, вес, показатели активности. Человек может абсолютно самостоятельно забить все свои показатели и получить норму своей калорийности в день. Здесь важно не только умело сбалансировать употребление белков, жиров и углеводов. Важно выбрать, что называется, свои продукты. Ну, например, человек имеет плохое пищеварение, да, и употребляет молочные, решил молочные продукты. А у него пищеварение слабое, он такой вялый, апатичный, лень его, он спокойный характером. У него превалируют застойные процессы в организме, он склонен к отекам. И употребление в избытке молочных продуктов будет усугублять задержку жидкости. И он будет говорить, да не работает эта диета. Я считаю, калории, а оно не работает. Он просто не тот набор продуктов выбрал. Зная, что система простого подсчета калорий может не работать, многие компании, пропагандирующие здоровое питание, предлагают своим клиентам блюда отнюдь не из низкокалорийных продуктов. Ставку делают на качество. В США доктора военно-морского госпиталя поставили опыт. Разделили людей на две группы. Первую группу кормили низкокалорийными, но вредными продуктами, а вторую группу высококалорийными, но полезными. И первая группа прибавила вес и поправилась больше, чем вторая группа. Это связано с тем, что люди науки перенесли закон сохранения энергии на человеческий организм. Попытаемся повторить опыт Этуотера. Из двух сосудов соорудим калориметр. Во внутренней нальем 100 граммов воды. Измерим температуру 20 градусов. Теперь опустим в воду горячее тело. Подождем, пока некоторое количество теплоты перейдет от раскаленного предмета к воде, и снова воспользуемся градусником. Температура поднялась до 60 градусов. По простейшей формуле вычисляем изменения воды. Полученную разность умножаем на количество жидкости. 4000 калорий получила вода. Свои калории люди получают практически так же, только с едой. Дело за малым. Как их потратить? Этуотер считал, что вся энергия расходуется на деятельность умственную, физическую и психическую. Но гениальный химик не учел сам факт пищеварения. А разная пища способна и перевариваться по-разному. Больше калорий расходуется на переработку пищи сырой, а не приготовленной. Твердой, а не мягкой. Холодной, а не горячей. Под влиянием мифов о правильном питании люди готовы идти на любые хитрости. Например, делают акцент на продукты с отрицательной калорийностью. Считается, что на их переваривание организму требуется значительно больше калорий, чем они содержат. Холодильник человека худеющего наполняется огурцами, сельдереем, грибами, морской капустой. Правда, порой сталкиваюсь с тем, что девушки съели три кусочка тортика и заели ананас. Но он же с отрицательной калорийностью, я от него похудею, и тортики тут же сожгутся. Нет, продукты, они существуют. Допустим, образно. У сельдерея минус 23 калорийность. Но чтобы организму его усвоить, потому что там очень грубые пищевые волокна, ему нужно потратить в два раза больше энергии. Он просто незначительное количество, но больше тратит. Если мы будем есть то, что мы захотим, и закусывать такими продуктами, естественно, мы не похудеем. Множество чудодейственных свойств молва приписывает и низкоуглеводным диетам. Якобы достаточно исключить из пищи хлеб, макароны, сладости, и все. Вес начнет убывать сам собой. Калории можно не считать. Но, как показывает практика, человек не всегда знает, чем заменить эти продукты. В итоге вес продолжает расти, настроение падает. Вопрос, чтобы такого съесть, чтобы похудеть, из шуточного давно превратился в насущный. Производители только усугубляют ситуацию. Сметана 15-процентная, йогурт легкий, кефир низкокалорийный, творог обезжиренный. Обезжиренные продукты, они бесполезны и не приносят той пользы, которая приносит жирная пища. Потому что некоторые витамины, микроэлементы и макроэлементы не усваиваются организмом без содержания достаточной нормы жиров. И овощи, фрукты, салаты мы часто заправляем маслами и майонезом. Это делается не ради вкуса, а принято так, потому что это правильно с физиологической точки зрения. Потому что витамины, содержащиеся в овощах, они усваиваются вместе с жирами, с тем же растительным маслом или с животными жирами из майонеза. Редко кто задумывается о том, что продукты, лишенные натурального жира, теряют не только энергетическую ценность, но и вкусовые качества. От того-то производители и добавляют в них стабилизаторы, подсластители и усилители вкуса. Вот и получается, что эти якобы полезные продукты по факту могут оказаться калорийнее, чем обезжиренная альтернатива. А в некоторых случаях и вовсе могут нанести непоправимый вред здоровью. На наличие примесей творог можно проверить даже дома. Достаточно добавить всего лишь каплю йода в этот кисломолочный продукт. Смотрим, что происходит с йодом. Синеет. Это означает, что недобросовестные производители положили в него крахмал. Впрочем, не самая опасная добавка. Гораздо опаснее трансжиры. Их нередко добавляют недобросовестные производители для вкуса и уменьшения себестоимости продукта. Не концентрированные от природы, они становятся насыщенными после химической реакции. Вещества, которые образуются после подобного вмешательства, с организмом не контактируют. Химически переработанные молекулы плохо усваиваются, долго выводятся, образуют свободные радикалы и легко откладываются как на стенках сосудов, так и на талии. Надоело считать калории? Отправляйся в спортзал. За время тренировок можно легко избавиться от лишнего груза. А перед занятием можно даже подкрепиться. Почему бы и нет? На дорожку посчитаем. В одном пирожном 400 калорий, в трех – 1200. А вот теперь на тренировку. Посмотрим, сколько и чем нужно заниматься, чтобы съеденные эклеры не осели на талии. Для начала отправляемся на беговую дорожку. Здесь, конечно, тоже многое зависит от индивидуальных физических данных. Ирина за 15 минут быстрой ходьбы и бега могла потерять лишь 213 калорий. Крыжки на скакалке, пожалуй, тоже не подойдут. За 10 минут занятия организм человека худеющего расходует чуть больше сотни калорий. Может, эллиптический тренажер? Ну нет, тоже мало. 112. Итого за полчаса удалось избавиться только от 400 калорий. Мне надо есть реклера перед тренировкой. Если хотите красивое тело, крутой результат, качественное тело, качественную кожу, без целлюлита, чтобы на лице все было красиво, питание – это самое главное. Те, кто считает, что если вы будете заниматься спортом, можно не считать калорий и кушать все, что вам угодно – тортики, сосиски, пельмени – вы в корне не правы. Подтверждение – еще один эксперимент. Возьмем плитку молочного шоколада, это 540 ккал, и поместим его на водяную баню. Воду нагреем до 40 градусов. Примерно столько тепла вырабатывает человеческий организм во время не самой интенсивной тренировки. Смотрим. Он не растаял даже через час. Вывод напрашивается сам собой. 60 минут занятий спортом не способны справиться с энергетической ценностью этого сладкого продукта. Однако резко урезать суточный калораж и увеличивать нагрузки тоже нерационально. Организм, конечно, какое-то время будет черпать энергию из тех складочек жира, что уже отложились на боках. Но не успеют они исчезнуть полностью, как он объявит бойкот. Внутренний эндокринный кладовщик урежет расходы и перечень потребностей, снизит температуру тела, частоту сердечных сокращений, замедлит обмен веществ. И снова начнет откладывать прозапас. В этом случае не стоит отчаиваться и бросать начатое. Недели через три объемы снова начнут уменьшаться. Так что запаситесь терпением. Наверное, сбалансировать белки, жиры и углеводы – это самое трудное. Когда я пойму эту систему, тогда, пожалуй, и начну. Я хожу на тренировку с девочкой, которая считает калории, и она сбросила лишний вес. Значит, система работает. Ну что ж, удачи. Но прежде чем равняться на подругу, стоит еще раз подумать. Личный опыт одного человека может оказаться бесполезным и даже опасным для другого. Возможно, стоит найти свой путь к здоровому питанию и изо дня в день следовать собственным драгоценным правилам. Ведь только в таком случае в награду можно получить и красивую фигуру, и крепкое здоровье, и, конечно же, уверенность в себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова